Сегодня воскресенье, 15 октября, ветрено, в Москве 22 часа 33 минуты, и мы начинаем прямую трансляцию четвертой игры осенней серии «Что, где, когда» 2017 года. Против телезрителей сегодня играют журналист международник Виталий Орехов, экономист международник Георгий Полин, магистр политологии Александр Булычев. Лингвист Сергей Ковалевский, востоковед-африканист Анна Янгель и капитан команды Игорь Алексеев. Против команды Игоря Алексеева сегодня играют... Полина Эрдле, Гамбург, Маминали Гулиев, Баку, Олег Красночок, Вольногорск, Алексей Нестеров, Минск, Сектор Блиц, Сергей Ермаков, Шаблыкина, Сергей Силкин-Иванова, Наталья Ермышкина, Пересвет, Сектор Супер Блиц, Светлана Нагивина, Дмитров, Светлана Миколандропова, Москва, Наконец-то Ниил Хромцов, Санкт-Петербург. Тринадцатый сектор. Осенние игры. Что, где, когда? Телезрители против знатоков. Играем до шести очков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, уважаемые телезрители, добрый вечер, уважаемые знатоки. Спешу вам сообщить, что игры на вылет, матчи-реванши в этом сезоне закончились. Можно выдохнуть. Господин Алексеев, добрый вечер. Вы ведь тоже в своеобразный матч-реванш летом играли игру на вылет. И вам удалось победить еще и со счетом 6-1. Игорь, что у вас с лицом? На службе, как и в игре, нужно уметь работать головой. Я немножечко перетренировался. Ну, никакого устройства нету там? Я думаю, распорядитель может проверить и доказать, что нету. Что нет? А начинаем мы с Шаблыкина. Против вас играет заместитель главного врача Центральной районной больницы Сергей Ермаков. Поселок Шаблыкино, Орловская область. Вопрос снят самим телезрителям. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. У меня в руках обычная медицинская перчатка. Такую перчатку я, так же, как и многие другие врачи, даю больным, которые долго находятся на постельном режиме в условиях стационара. Эту перчатку больные не одевают на руку. Вопрос. Что больные делают с этой перчаткой? А главное, для чего? Перчатка перед вами. Гребка. 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 Это долго лежат. Долго лежат. Это пролежние. Пролежние. Это главная проблема. Как календарь какой-то использований. Смотри, растягивает. Как же там они не подувают и боку, чтобы пролезть там до... А, слушайте, легкие тренировать. Точно, чтобы воздух не завязывается. Еще. Нет. Собирать понятно. А если вот так как-то... Ничего, чтобы дышать. Нет, за свой воздух в лёдке. Так, ребят. Еще грелка. Грелка, теплую воду. Можно попробовать, но маленькая. Есть специальные грелки. Надевают. Как календарь. Вот что-то там... Отмечать, загибать. Вот так вот раз это самое. Разрабатывай. Как календарь. Да, но календарь и есть специальные, ребят. Пальцы загибать, там лекарства принимать как-то вот определенные. Что в стационаре можно долго делать? Да, чего там устать от человека? Как-то прогибать. Что для чего? Что разрабатывать лёдки? Еще как тренироваться с перчаткой можно. Тренироваться. А, просто играть и там... А вот так, если его возвращать в этой ситуации? Кто будет отвечать на первый вопрос? Александр Балычев. Прошу, Александр. Благодарю. Я постараюсь даже это продемонстрировать. Не получилось. Пробуйте, пробуйте. Надо как следует. Тогда объясню словами. У пациентов, которые долго лежат, образуется застой в лёгких. Могут возникнуть застойные явления, опасные для жизни. И вот для того, чтобы воздух не застаивался, чтобы лёгкие работали, они должны время от времени... Давайте, давайте, давайте. Не получается у вас. Это перчатка для дыхания, чтобы у пациентов не развелось воспаление лёгких. 1-0. Александр Балычев приносит первый очко в команде Игоря Алексеева. Поздравляю вас. Интересно знатоков сегодня защищает директор департамента коммуникации госкорпорации «Росатом» Андрей Черемисинов. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, господин ведущий. Вы знаете, на что я обратил внимание? Вы практически никогда не оспариваете результаты раундов. С чем это связано? Ну, господин ведущий, ну пока вот мне не везло, не было ситуации, когда надо было вмешаться. Потому что либо совершенно неправильный ответ, либо совершенно точный. И очень надеюсь, что сегодня... Вы знаете, но сегодня в отсутствии господина Верхошинского вы можете разгуляться. Да. Спасибо. Постараюсь. Госпожа Повышева, ну а вы, в свою очередь, можете частично подменить господина Верхошинского. Если будут не совсем точные ответы, обращайте мое внимание на это. Ну, в частности, вот Александр сейчас не до конца надул перчатку. Это тоже был повод. Второй раунд. Господин Орехов. Виталий, добрый вечер. Прошедшая игра летняя лично вам очень удалась. И дело даже не только в счете. Но и в одном, на мой взгляд, из самых ярких ответов этого сезона пока. Вы сумели догадаться, что немецкая мудрость, глядя в прошлое с ними шляпу, глядя в будущее, заканчивается словами «Засучи рукава». Вы знаете, Виталий, мне кажется, что этот ваш ответ символичен сегодня. Надо забыть про прошлое и засучить рукава сегодня. Более что в Блиц. Три вопроса по 20 секунд обсуждения на каждый. Чтобы заработать очко, вам нужно ответить на три вопроса подряд. Внимание, вопрос первый. Анна Ермачонок из города Борисов спрашивает. С какой целью польский боксер Мариуш Вах на поединок с Александром Поветкиным надел боксерские трусы на 30 сантиметров длиннее, чем это обычно принято у боксеров? Поляк и Русский. Скрывал пресс. Они могут быть длиннее, наверное? Поляк и Русский. Шаровары. Шаровары, может быть. Нет, он Мариуш Вах, он поляк. Поляк, но швак это слово. 30 сантиметров это много. Чтобы с ним казаться одного роста, например. А, хорошо. Или наоборот, чтобы его ноги казались короче. Чтобы скрывать перемещение ног. Прошу. Прошу. Чтобы скрывать перемещение ног, может быть. Сергей Ковалевский ответит. Прошу вас, Сергей. По нашему мнению, боксерские трусы соперника Поветкина были на 30 сантиметров длиннее для того, чтобы таким образом нивелировать или создать впечатление, что рост его чуть повыше. Чтобы страшнее было. Чтобы было страшнее. А теперь, внимание, правильный ответ. Знаете, Сергей, вообще никогда не подгадаешь, вот вроде первый вопрос блица, кажется, что должно быть так просто. Ну, как вы считаете, для польского боксера поединок, профессиональный ринг, вообще для чего трусы используются, вы знаете? Догадываюсь. Нет, нет, боксерские трусы для чего используются. Ну, для рекламы, для... Ну, чем длиннее трусы, тем больше на них можно разместить рекламы. Так Вах пытался решить свои финансовые проблемы. Один-один. И 50 тысяч рублей получит Анна Ермаченок из Борисова. Ну, нет, зато нет блица больше всего. Третий рамп. Уважаемые телезрители, как всегда, во время прямого эфира вы можете прислать свои вопросы в 13-й сектор. Адрес 13.mironline.ru И если компьютер выберет ваш вопрос, я задам его знатокам. А если этот вопрос знатоки еще признают достойным, вы получите приз от Национальной платежной системы МИР. Карту на сумму 50 тысяч рублей. Давайте посмотрим на Волчок. Ну что, 13-й, да? 13-й. 13-й, как раз только рассказали об этом. Так, интернет против знатоков. За время прямого эфира телезрители прислали в 13-й сектор 15240 вопросов. По нашим меркам не так много, но начало игры. И сейчас компьютер выберет один из них. Против вас играет Алиса Айвазова из Курска. Внимание, вопрос. Что, по мнению писательницы Агаты Кристи, является девятиглавой Лернейской гидры, у которой взамен отрубленной вырастают две головы? Критика, критика, ребята. Отвечаешь на критику? Да, ты заткнул одного критику, у тебя появилось еще одного. Хорошо. Еще четыре, еще больше. Еще. Сюжет носки. Отрубленный. А почему ты отрубаешь голову этой гидры? Ну, ты можешь отрубить голову критики. Критику ты можешь заткнуть, что ли, Кристи? Подождите, а может быть это текст вообще писательский? Ты редактируешь его, пытаешься сделать его лаконичнее? Лаконичнее, да. Да не ошибку, просто пытаешься лаконичнее сделать, а вынужденно... То есть редактируешься редактуру, да? Нет, текст. Ребята, у Агаты Кристи цензура может быть? Нет, сам текст. Нет, а как текст будет? Вообще. Ты его пытаешься сделать короче? Ты не форматируешь, а он все равно будет. Она так сказала, редактирование текста. Да, в своем причем редактирование. Еще, еще. Ну, прудьбу текст. Ответ текст. Еще что? Детективы, детективы, может быть преступление. У нее муж археолог был, археолог. Критика, наверное, может быть. Текст. Критика что? Критики? Нет, я скажу. Критики как рекомендают. Мне больше текст нравится. Кто отвечает? Александр Балычев ответил. Прошу, Александр. Я предположу, что Агата Кристи так сказала о критике. О критике. А какая-то еще у вас версия была интересная, мне понравилась? Вторая версия у нас была о редактировании текста. Мне кажется, что другое было. Ну, хорошо. Самое первое, что-то другое вы сказали. Археология еще была под конец. Ну, я не знаю ответа. Может быть, критика, может... Давайте посмотрим на экран. Внимание, правильный ответ. А сплетни. Это сплетни. 2-1. 2-1 в пользу телезрителей. 60 тысяч рублей от банка ВТВ получит Алиса Айвазова из Курска. Итак, телезрительница получит от банка ВТВ 60 тысяч рублей, а получит ли карту МИР, зависит от наших знатоков. Кого вы спросите? Госпожа Повышева, давайте у вас. Понравился вам вопрос? Не понравился. А почему? Ну, потому что, мне кажется, так могла бы сказать абсолютно любая женщина. Например, я, и причем здесь Агата Кристи. То, что она писательница, вообще непонятно. Ну, на мой вкус. Ну что ж, достаточно того, что одному из знатоков не понравилось. Согласий не будет, мира не будет. Поэтому телезрительница приз к карту МИР не получит. Не понравился вопрос. В Москве 22 часа 51 минута. Мы продолжаем игру. Счет 2-1. Пользу телезрителей. Четвертый раунд. Господин Булычев, в интервью перед этой игрой вы сказали, что мечтаете, чтобы после этой игры Александр Друзь и Борис Левин запомнили вашу фамилию. Ну, хочу вам сказать, что задача, конечно, у вас непростая. Вас, господин Борщевский, не устроит? У него хотя бы память хорошая. Господин Булычев. Господин ведущий, я буду рад, если меня запомнят уважаемые знатоки. Все. Александр Булычев. Все запомнили. Минск. Против вас играет врач-уролог Алексей Нестеров из Минска. Вы знаете, так случилось, что сегодня против вас играет много медицинских работников. Я даже знаю, почему. Почему, господин Алексеев? Скажите, почему? Потому что с некоторыми медицинскими работниками я встречался бы просто недавно. Вы так хлынули из-за вашей травмы, да? Передаю им привет. То есть дело не в том, что сегодня всемирный день мытья рук. Это тоже хорошо. Но вы к медицинским работникам тоже, Игорь, сегодня подходите. Итак, господа, недавно власти Непала, помимо обычной платы за восхождение на Эверест, ввели залогово-экологический сбор для альпинистов в сумме 4 тысячи долларов с группой. Внимание, вопрос. При каком условии залог возвращается? Когда мусор с собой, мусор с собой. Вес вернувшегося багажа равен весу отправленного. Либо больше, либо не оттуда, да? А, собрали еще чуть-чуть. А, слушайте, наоборот, ничего не забрали. Чтобы ничего не забрали. Это не чтобы они померли. Это именно чтобы вверх убрали банки и бутылки. Ребята, они дизель с собой берут. Там генератор можно не стереть. Смотрите, либо... Чтобы они баллы, и никто им не занимался, не выносил, трупы оставались. Экология — это для помощи природы. Либо мусор, либо не приносить, либо не уносить. Но это мусор, но и сами они это все вернули. Поэтому лучше, если он умирает, они его не забирают. Они не захоронят экологию. Ну, все, давайте, выходим из плоскости. Это высоко подниматься. Снег какой-то может они туда... Дальше они брали только для восхождение. Сейчас дополнительный залоговый скотт. Потому что все там уже... А кто это? Ответишь? Или про вес? Кто ответит? Про мусор, хорошо. Все, все. Давайте, все, 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 все. Он не имеет ничего. Он не имеет ничего. Он не имеет ничего. Он не имеет ничего. Итак, кто будет отвечать? Сергей Ковалевский. Прошу вас, Сергей. Мы вот тут подумали, что сейчас еще и год экологии в нашей стране. И, вероятно, власти Непала присоединились к этой инициативе. И этот сбор служит целью такой, чтобы сохранить, естественно, природу Эвереста в первозданном виде. И туристы уносили весь мусор с собой и, возможно, не забирали никакие, не рвали редкие виды растений, не забирали, не трогали, оставили природу первозданной. Нет, господин Ковалевский, надо два ответа. Конечно, легко можно, но надо все-таки выбрать. Надо начинать с того, чтобы не оставлять после себя мусор. Еще раз. Нет, сосредоточьтесь, пожалуйста. При каком условии залог возвращается, если они не оставили после себя мусор? Правильно я вас понял? Нет, если вес их, если вес группы, из багажа группы, остается таким же. То есть мусор, они ничего не оставили на Эвересте. Их взвешивают? Багаж взвешивают. Груз взвешивают, перед тем, как идут на Эверест, всех взвешивают. Ну, да, например, так. Да. Еще раз. И должно быть столько же, да, правильно я понимаю? Должно быть столько же, сколько взвесились, например, группа взвесилась, у них 10, ну сколько там? Должно быть не больше, во всяком случае. Столько же, не меньше, не меньше. Не должно быть меньше. Не должно быть меньше, чем то, с чем они ушли. Да. Правильно? Да. Таким образом. А теперь, внимание, правильный ответ. За годы восхождения на Эверест альпинисты оставили на склонах тонны мусора. Вы знаете, их шерпы вынуждены убирать. И власти Непала были вынуждены ввести залоговый экологический сбор, который возвращается, если альпинисты захватят с собой часть этого мусора по 8 килограммов на человека. Надо не только свой, но и чужой мусор. Свой-то, само собой, разумеется. А вот если вы принесете 8 килограммов мусора на человека, в вашей группе вернут этот сбор. К сожалению, близко, но не разобрались. 3-1. 70 тысяч рублей получит Алексей Нестеров из Минска. Уважаемые телезрители, давайте, пока команда приходит в себя, давайте подведем промежуточные итоги сезона 2017 года. Лучшие команды весенних и летних игр, Балаша Касумова и Виктора Сиднева, наши лидеры, такие реалы у Барселона клуба «Что, где, как, так», третий сезон подряд дружно, как Шерочка с Машерочкой, завоевали право сыграть в зимней серии. Еще три команды, посмотрите на экран, еще три команды разыграют звание лучшей команды осенней серии. А вот команды, проигравшие две игры подряд, это Елены Потаниной, Андрея Козлова и Равшана Аскерова, должны теперь пропустить сезон 2018 года. Госпожа Потанин, я рад вас видеть. Скажите, Елена, вы до сих пор переживаете вот эту вот ситуацию с тем, что вы год не играете, или уже отошло? Нет, отойти от этого невозможно, мы очень переживаем, но продолжаем каждую неделю тренироваться и готовиться. Да? Готовитесь. Господин Козлов, а ваша команда продолжает готовиться? Мы, как юные пионеры, всегда готовы. Вам даже тренироваться не надо. Не надо, конечно. Господин Аскеров, может быть, вы начнете тренироваться, вы большой противник тренировок, может, и вы начнете. Нет? Нет, я не вижу причин менять свою позицию. Как вы это тренировались, мы хорошо, а вот играли плохо. Равшан, а может быть, потренировать помощь клуба, пока есть время? Я думаю, у нас самих неплохо получается. Нет, нет. Ну, хорошо. Продолжаем игру пятой рамы. Уважаемые телезрители, возвращаясь к этой серии. Лучшей командой осенней серии, название лучшей команды осенней серии претендует три команды знатоков. Право сыграть в зимней серии получит лучший из них, то есть та, которая одержит победу над телезрителями, последняя. Таким образом, господин Алексеев, одержав победу в этой игре, вы обойдете команду Алену Повышевой, но опередить команду Бориса Белозерова сможете только в случае ее поражения в финальной игре. Борис, почему такой серьезный сегодня? Вы всегда улыбаетесь. Что случилось? Уже настраивался на игру, господин Дочень. Иваново. Против вас играет Сергей Силкин из Иваново. Холодный ветер, господин Орехов, холодный ветер вызывал у Эльфриды фон Мальцан приступ ревматизма. И она, не желая отказываться от своего любимого времяпрепровождения, обратилась к мастеру-корзинщику Вильгельму Бартельману. То, что придумал этот мастер, произвело настоящий фурор. И вскоре в окрестностях Ростока многие стали обращаться к нему с подобными заказами. Внимание, вопрос. Что же в 1882 году придумал этот Бартельман? Шезлонг, ребята, шезлонг, чтобы не лежать на песке или на гальке, а лежать на дереве, хорошо. Подождите, в которой сидят, да? 1882-й. А не тогда бы и косичек, ребят, и косичек. Плеченое кресло, кресло, качалку. Кресло, качалка. Кресло, качалка. Плеченое кресло в любом случае. Да, картинщик защитил от холодного ветра ее. И какой был у нее любимый занятие какой-то? На море. Ребят, сидеть на балконе. Либо на море. Либо смотреть на море. Росток это побережье. Вот такая сиденья. А до этого она не могла это делать, да? А на пляже она могла это делать. А может не на пляже? Ну, как это называется? Штука, когда сидят на пляже, закрытые, да? И только у тебя в передней части. Это не шезлонг. Ну, корзинчик это продучается, продувается. Качалка, наверное. Ну, давай рискнуть. Не-не, рискнуть качалку. Ну, давай рискнуть. Лучше рискнуть качалку или качалку. Итак, кто будет отвечать? Это очень важное решение, Игорь. Кто будет отвечать? Я думаю, будем отвечать мы после помощи клуба. Все-таки помощь клуба. Итак, уважаемые знатоки и гости нашего клуба, у вас есть 20 секунд, чтобы помочь команде. Лучше рискнуть качалку. Качалку, качалку. Качалку, качалку. Качалку, качалку. Будем отвечать мы, а в частности я. Мне очень понравилась версия, которую нам Борис Белозеров подсказал. Она очень любила качаться на улице, а чтобы она могла качаться дома, была изобретена такая вещь, как кресло-качалка. А при чем здесь мастер-корзинщик? Ну вот, она плетеная. А с ревматизмом как же качаться на качалке-то, господин Белозеров и компания? Нам понравилась какая-нибудь еще. Просто, Борис, ваше счастье, что вы еще не знаете, что это такое, ревматизм. На кресло-качалке не покачаешься. Теперь, внимание, правильный ответ. Этот ответ, господин Алексеев, слово в слово говорила Анна Янгель. За 10 секунд даже руками показывала, что это за кресло. Посмотрите на экран. Приступ ревматизма у дамы вызывал холодный ветер. И она любила сидеть на берегу и дышать морским воздухом. Вильгельм Бартельман сделал для Эльфриды вот такое специальное пляжное кресло защиты от ветра. 4-1. 80 тысяч рублей получит Сергей Силкин из Иваново. Господин Алексеев, вообще, честно говоря, сложная у вас ситуация, потому что уже два ответа были за столом. Два ответа. И вы, имея за столом ответы, ну, я понимаю, один раз ошибиться, но будет очень тяжело вылезать. Да еще и помощь клуба угробили. Согласен. Благодаря. Уважаемые знатоки, скажите, пожалуйста, Борис Белозеров, понятно, он не про ревматизм, его надо теперь спрашивать. Скажите, пожалуйста, а другие версии, вот что вам говорили, давайте других спросим, вот что Виталий Ореков, Александр Блучев, что вам говорили другие знатоки? То же самое? Кресло качалку? Правильная. Правильная версия говорили. Правильная. Господин Друзь. Да? Да, господин ведущий. Господин Алексеев, скажите мне, пожалуйста, вот с вашей точки зрения про ревматизм лучше друзья слушать или Белозеров? Ну, с точки зрения логики просто обычной. Лучше слушать, конечно, того, кто дает правильный ответ. Ну, вы как шуточками-прибауточками повторите свой подвиг годичной давности, я так чувствую. Шестой раунд. Лучший знаток этой игры, получит от госкорпорации «Росатом» приз «Хрустальный атом». А определит лучшего игрока Андрей Черемисинов. Господин Черемисинов, вы уже собрали неплохую команду из обладателей «Хрустальных атомов». Интересная команда. Капитан Андрей Козлов, ну или Алена Повышева, Алексей Капустин, Андрей Коробейник, Анастасия Шултова. Очень хорошо у вас там все. Вот, я так чувствую. Да, господин предыдущий. Из команды Игоря Алексеева ребята уже готовы к вам подтянуться. Ну, еще есть у них шанс. Все в порядке. Посмотрим, Санкт-Петербург. Против вас играет Даниил Хромцов из Санкт-Петербурга. Господин Алексеев, я понимаю травма накануне важной игры. Все понимаю. Но надо сосредоточиться. Не в удачном месте травму, прямо скажем. Надо сосредоточиться. Не в удачном месте. Не в удачном месте. И не затаптывать все, слушать друг друга. Легендарный советский актер Борис Ливанов так писал о нем. Это был настоящий дьявол. Вильзевул. Все трепетали. Он входил, ложился под обеденный стол, и никто из обидавших не смел ногой шевельнуть. Внимание, вопрос. А кто относился к этому вильзевулу с любовью и нежностью? И доказательства приведите. Ребята, досрочный ответ. Досрочный ответ. Кто отвечает? Александр Балучев. Прошу вас, Александр. Я думаю, что речь идет о собаке Качелова, который Есенин написал «Дай джим на счастье лапу мне». Так что тот, кто относился к Сергею Есенину. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Друзь, запоминайте. Я повторяю. Александр Булычев. 4-2. И приносит дополнительную минуту на обсуждение. Госпожа Потанина, господин Козлов, господин Аскеров. Что мне с вами делать? Жаль, целый год вас не меняет. Что? Госпожа Потанина, может, я не знаю, может, паузу вам посвятить? Как вы считаете? Правила поменять. Хоть так. Господин Черемесина. Вот Аскеров просит правила поменять. Скажите, скажите, пожалуйста, вы можете меня не прерывать, господин Аскеров? Господин Черемесина, скажите, пожалуйста, а вы не возражаете, если мы в этом году пожертвуем игрой обладателей хрустальных атомов в зимней серии и дадим шанс какой-то из этих команд? Я не буду возражать, господин Черемесина. Вы не будете. Господин Черемесина, тогда очень важно, чтобы вы сказали, какой именно какой именно из трех команд? Господин Аскеров, так, предложение закончили. А я должен прямо сейчас отвечать на этот вопрос, господин Аскеров. А вы хотите взять время на обсуждение? Да, я бы хотел подумать. Ну подумайте пока, а я тогда решение оглашу. Спасибо. В первой игре в зимней серии будут играть три команды, проигравшие свои матчи-реванши. Если будет одержана победа, команда, набравшая шестое очко, получит весной шанс отыграться. Обращаю внимание, только шанс отыграться. То есть на дополнительный матч-реванш поражений вам надо выиграть, и одна команда получит шанс весной. Госпожа Ботанина, вы довольны? Я вижу, по вашему взгляду, закройте рот Аскерову, он чуть не испортил шанс. Он не то, что уже под впечатлением. Вам придется играть втроем, как три рояля. Вам нужно сыграть, так как сегодня в музыкальной пауте сыграет фортепианное трио Бель Суоно. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Добрый вечер, господин ведущий. Голоса членов клуба разделились почти поровну. 45% высказались за победу команды Игоря Алексеева, 55% чуть больше за ее поражение. Самый популярный прогноз у знатоков 4-6 в пользу телезрителей. А каков ваш прогноз, прогноз фонбета? Господин ведущий, эксперты фонбета верят в команду Игоря Алексеева и считают, что она вполне может победить, правда, в непростой борьбе. Поэтому наш предварительный вариант счета 6-5. Если позволите, я вернулся бы к прошлой игре команды Рапшарда Скерова. Единственный знаток, который точно угадал исход прошлой игры, 3-6 в пользу телезрителей, это Дмитрий Авдеенко, ставший в прошлом сезоне лучшим прогнозистом клуба. Могу сказать, что и сейчас господин Авдеенко лучший среди прогнозистов. Стал вас о лучшем. Пока. И последнее. Обращаю, как всегда, внимание на сайт фонбета.ру. Там можно узнать, как в эти минуты специалисты фонбета оценивают исход этой игры. После 6 раундов и разность победы знатоков 26%. Пока. Посмотрим. Седьмой раунд. Уважаемые телезрители, ваши вопросы на игру присылайте либо по почте, адрес 127-427, Москва, улица Академика Королева, 12, программа «Что, где, когда». Либо по электронной почте вопроссобака.твигра.ру. Госпожа Янгель, Анна, скажите, что, сложные вопросы сегодня, как на ваш взгляд? Интересные. Да? Ну, как так получилось, что затоптали два? Всякое бывает. Да? Но справитесь? Конечно. Верю в нашу команду. Да, ну, вообще, если хотите выигрывать, конечно, те вопросы, на которые вы уже нашли ответ, лучше их и озвучивать. Пересвет. Против вас играет инженер Наталья Ермишкина, город Пересвет, Московская область. Господин Аскеров, на вашей игре неделю назад не выпал этот вопрос. Послушайте внимательно. Буду спрашивать. Вообще, господин Аскеров, вы знаете, помощь, я, честно говоря, не знаю, почему вы себя подавляете. Вы даже господину Черемисинову подсказываете, что ему отвечать на вопрос. Помощь, она у вас в крови. Вы просто подавляете, подавляете в себе это ваше желание. Одно дело самому оказать помощь, а другое дело просить. Это две разные вещи. Внимание, черный ящик. Господа, в черном ящике сейчас находится изделие, которым одна инструкция предлагает пользоваться так. Взять обеими руками изделие таким образом, чтобы касаться лишь нерабочих поверхностей носителя. Равномерным движением надавить на торец накопителя. Затем рабочую единицу привести в соприкосновение с рабочей поверхностью носителя со скоростью 2 метра в секунду, не превышая усилия 10 килограммов на квадратный сантиметр. При достижении требуемого эффекта соединить рабочую поверхность используемой единицы с ее потенциальным приемником. Записали? С вами Олегов, не списывайте. Внимание, вопрос. В черном ящике изделие инструкция предлагает пользоваться так. Взять обеими руками изделие таким образом, чтобы касаться лишь нерабочих поверхностей носителя. Равномерным движением надавить на торец накопителя. Затем рабочую единицу привести в соприкосновение с рабочей поверхностью носителя со скоростью 2 метра в секунду, не превышая 10 килограммов на квадратный сантиметр. Что в черном ящике? Шприц, полчок может быть. Да, 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 очень хорошо, очень хорошо. А рабочей поверхности почему не трогать? Что за рабочая поверхность? Он может 2 метра в секунду крутиться? Это довольно быстро. Может быть шприц? А накопитель? Накопитель откуда? Может быть шприц? Энергия. Единственное, что, рабочая поверхность. Кластер какой-то, что-то сошел. Перепропокаж вот это вот. Что за накопитель? Энергия накопитель энергии. Взять с ними руками. Касация и рабочая поверхность. Как ты возьмешь ее двумя руками? Может быть пластинка какая-то? Что-то вроде заклейки, плеонки. Плёнка какой-то. Но по метр в секунду. Рабочая поверхность. Спиннер думал, но он маленький. Шлифовальная такая, это же не. Что вот еще? А может быть диск? Да, диск накладывается. А шприц не нравится, нет? Шприц. Итак, господин Алексеев, вы будете отвечать, брать дополнительную минуту. Что вы будете делать? Ну, мне нравится версия, которая у нас родилась. Георгий Полин ответит. Ну, наша коллективная версия, это волчок. Каким образом волчок, ну вы хотя бы представьте себе, каким образом волчок может поместиться в этот черный ящик? Без стрелочков. В сложном виде. А скорость 2 метра в секунду? Стрелки. Ну, вы представляете, с какой скоростью он? По окружности. Представляете, с какой скоростью он? Ну, ведь сказано не больше. А зачем взять обеими руками? Чтобы поставить его, например. Касаться нерабочих поверхностей? Стрелки не нравится. Равномерным движением надавить на торец накопителя, что является здесь накопителем, волчки. Затем рабочую единицу привести в соприкосновение. Какая-то рабочая единица в соприкосновение. А, волчок, что где, когда, подходит, ля-ля-ля, сейчас быстро, ба-ба-ба. Я господину Алексееву предлагаю, может быть, вы возьмете дополнительную минуту? Нет, у нас замечательная версия, сейчас ответим, все, волчок. Внимание, правильный ответ. В нашем черном ящике коробок, спичек. Берем мы изделие, не касаясь рабочих поверхностей, надавливаем на торец накопителя, приводим рабочую единицу в соприкосновение с рабочей поверхностью носителя. Получилось и последнее для достижения требуемого эффекта соединить рабочую поверхность с используемой единицей, с потенциальным приемником. Но мы ничего поджигать не будем. 5-2. 90 тысяч рублей получит Наталья Ермичкина, город Пересвет. Звонин Алексеев, а если вы сейчас посмотрите на стол, что сделал бы опытный капитан, он бы посмотрел, что большая вероятность супер-блица. И на том раунде вам сильно дополнительная минута не поможет. Вы понимаете? Звонин Касумов. Я рад, что вы нас посетили. Я рад, что я здесь. Как ваши дела? Спасибо, господин ведущий. Балаш, скажите, пожалуйста, кого бы вы хотели в зимней серии в качестве соперника иметь? Команду Алены Повышевой, команду Бориса Белозерова или команду Игоря Алексеева? Если бы я решал, господин ведущий, я бы взял все команды в зимнюю серию. То есть вы с Виктором Сидневым готовы выступить в свои игры этим командам? Нет, нет, я этого не говорил. Я просто все команды взял в зимнюю серию. Господин Сиднев, а вы бы, вот с кем бы вам бы хотелось посоревноваться? Ну, с Касумовым понятно, тут безысходность. А еще вот Белозера с Белозеровым, с Повышевой. Нам бы хотелось посоревноваться со зрителями в финале года. Вот наш астроум Борис Леев. Со свежими шутками обращайтесь. Восьмой раунд. Господин Аскеров, а вы ответили на этот вопрос? Настя Шутова придумала. Настя Шутова, молодец. Но не выпал вам этот вопрос. Уважаемые телезрители, в этом сезоне компания Фон Бет учредила приз, атака, которую сумеет выиграть Супер Близ. Господин Алексеев, что удивительно, четвертую игру вы играете в клубе, и Супер Близ вам еще ни разу не выпадал. Вот если он сейчас выпадет, что, вероятно, кто останется за столом? Узнаем. Не узнаем. Не узнаем. Гамбург. Против вас играет господин Алексеев, медсестра. Полина Эрдле, город Гамбург, Германия. Эрдле, господин Друзь, а не Эрдле. Она просила именно Эрдле. Специально подчеркнула, господин Друзь, не путайте всех. Вопрос не от нашими корреспондентами. Внимание на экран. Внимательно смотрите и слушайте. Здравствуйте, уважаемые знатоки. В Германии есть старинная традиция. Накануне 30-летия мужчины его друзья и родственники распространяют информацию, где можно будет увидеть именинника в день его рождения. А когда этот день наступает, юбиляр появляется в смешном костюме перед толпой зевак и начинает орудовать метлой. Внимание, вопрос. С какой целью проводится этот ритуал и что должно произойти, чтобы именинник прекратил работу? Так, 30 лет, да? Ребята, деньги бросить должны, допустим. Чтобы он в сайте получил себе подарки. Зачем сообщают месту? Все желающие могут туда прийти. Так, друзья и родственники распространяют информацию. И там какие-то хлопушки, вот что-то он подметал. А он подметал с этой конференции. А в 30 лет метет улицу. Вместо того, чтобы его поздравить, он улицу метет. То есть, одним надо посмеяться. И он должен, когда он прекратит, когда наберет себе... То есть, он должен что-то заработать. Он должен заработать возможность. Он должен заработать себе... Кружку пива на 30 лет. А что он должен заработать? С какой целью? Пока не наведет себе достаточно денег. Приходят любые люди, понимаете? Все желающие. Все, кто... Что должно произойти-то, ребят? Я понять не могу. Это подарок ему, ребят. Чтобы не тратиться на подарок. Цель, ну что? Если бы он поработал, что ли? Странно, как бы я. Ну, показать... 30 лет, это уже зрелый год. Там деньги, дети, жены, там уже это все... Да. Может, он все приглашает? А, о чем сказано, понимаешь? Вы будете брать дополнительную минуту? Очевидно, да. Звоню Алексею. И мы бы попросили... Повторим вам вопрос. Повторим вам вопрос. Вопрос не от нашим корреспондентам. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. В Германии есть старинная традиция. Накануне 30-летия мужчины, его друзья и родственники распространяют информацию, где можно будет увидеть именинника в день его рождения. А когда этот день наступает, юбиляр появляется в смешном костюме перед толпой зевак и начинает орудовать метлой. Внимание, вопрос. С какой целью проводится этот ритуал и что должно произойти, чтобы именинник прекратил работу? Что-то смешное должно быть, да? Что-то смешное должно быть, да? Что-то смешное. Деваки вообще-то. Там дети стояли. Там дети, девочки стояли. Ребят, а если это пожелание долголетия, вот пупушка прокуковать, дождь пойти, и еще что-то. А может быть, это дождь за уши. А особо он и не пытался. Если это вместо того, чтобы тянуть за уши. Ну да. А 30 раз подмести просто. 30 раз подмести. Подождите, ему и так 30 лет. Вот. И они считают, вором. Раз, два, три, четыре. А вот вы все. А вот вы метете, что должно произойти? 30 раз должен метнуть. Это версия. Орудует метлой. Почему смешно? Он самым высокий. А, должен размешить. Он должен их размешить. И смех ему подарок, да? И смех ему подарок, да? А почему тогда смех ему подарок? То есть он должен уметь смешить детей. Детей своих. Да. Чтобы он вырос. Своих, да. Чтобы успокаивать. Старинная, но старинная традиция. Вызвали Алексеев. Счет 5-2. Единственное, чем я могу помочь, что первая минута была продуктивнее второй. И вам надо отвечать. Вы можете попросить минуту в кредит, конечно, если хотите. Минуту в кредит? А господина Верховшинского сегодня нету, поэтому мы хотели бы попросить минуту в кредит у того, кто может ее дать. Господин Дарусь, вы можете дать минуту в кредит? Легко. Легко, господин Верховшинский. Особенно чужую. Да. Особенно чужую. Итак, я не буду повторять вам вопрос. Вы только что все видели. Но мужчины в 30 лет разные бывают. Кому-то это надо, кому-то нет. Женат и не женат. Пока не найдет хорошую жену. 30 лет. Пока кто-то из девочек ему что-то не бросит. А что мы обсуждали? Может быть, он к своему дому в дорогу ведет? Это способ гадания такой вот. На имя. На имя вредно. Ребят, девушка к нему выйдет помогать. Разные. Севайки, посторонние люди. Богатые, дедные. Женат и не женат. Вот, свяжите с этим. Жолосой, да, допустим. И как это смертно? Как он останавливается? Что-то не отберет у него? А, пока девушка не заберет у него. Ты не умеешь мести, поэтому да, я подмету, ты меня... А, то есть девочка, которой он нравится, отнимает у него метло и берет. Ну, то есть должно произойти, она отнимает метло, она отнимает метло, а цель найти женщину по объявлению. Да, и там женщины... А с какой целью? С какой целью? С целью найти женщину. А если ее не жена в 30 лет? Прошу. Кто отвечает? Сергей Ковалевский. Прошу, Сергей. Цель этого упражнения... Ритуала. Ритуала, да. Заключается в том, чтобы, возможно, кому-то надо найти жену в 30 лет. Так. Что же должно произойти? Ну, видимо, у девушки должно лопнуть терпение, и она должна вырвать у него из рук метлу и сказать, как надо подметать. Как-то так. А теперь, внимание, правильный ответ. Внимание на экран. Этот ритуал для 30-летних холостяков. Именинник орудует метлой до тех пор, пока кто-то из девушек не подарит ему поцелуй. Вот так. По традиции в Германии 30-летних холостяков пытаются женить. Госпожа Повышева. Как вы считаете? Можно зачитать такой ответ? Я считаю, что нужно засчитывать. Нужно засчитывать. 5-3. Но потратили, потратили очень много сил на него. А телезрительница Полина Эрдле получит от банка ВТБ компенсацию 100 тысяч рублей, потому что знатоки ответили на вопрос, только взяв минуту в кредит и с помощью ведущего. Господин Алексеев. Девятый раунд. Господин Алексеев, но вы же сами в конце первой минуты сказали, возможно, это холостяк. И бросили все это, пока слушали вопрос второй раз, уже все забыли. Итак, я напоминаю, уважаемые телезрители, что сегодня только одна из команд закончит этот сезон. Либо команда Алены Повышевой, если знатокам удастся победить, либо команда Игоря Алексеева. Пока не Супер Блинц, пока Вольногорск против вас играет Олег Краснощук из Вольногорска. Этот вопрос не выпал ни команде Андрея Козлова в первой игре, ни команде Алены Повышевой во второй. Выпал вот только сейчас. А вообще Олег играет в шестой раз против знатоков, и на его счету пять побед. И ни одного поражения. Соперник серьезный. Уважаемые знатоки, посмотрите на экран. Эта фотография Луны была размещена в интернете 28 августа 2012 года и посвящена событию, произошедшему тремя днями ранее. Внимание, вопрос. Что же произошло 25 августа 2012 года? Какая-то лысина какая-то. Почему-то дать три дня. Ребята, лысина похожа. Это лысина, явно человек какой-то. Почему три дня ждать? Почему три дня ждать? Обаму когда исправили? Обаму. На ябре, на ябре. Значит, смотрите, три дня. То есть фотография сразу не размещалась. Это Олимпиада, это конец Олимпиады. А, Олимпиада могла закончиться. Ребята, там выиграли американцы в баскетбол, например. Родман, Родман. Ну, а где ты видишь Родмана здесь? Ну, уголок. Голова. Ну, например. Три дня, вот три дня мы чуть-чуть. А если это космическая годовщина какой-то высадки? Может быть, было одновременное затмение и кто-то выиграл? Ну, это была Олимпиада. Потому что это как бы затмение. Ребята, на что это похоже? Да. Три недели, да? На мяч баскетбольный, немножко на теннис, на голову, на странную прическу, на лысину. Да, да, да. А кого слуху? А кого слуху? Итак, кто будет отвечать? Игорь, кто будет отвечать? Сергей Ковалевский. Прошу вас, Сергей. Спасибо. В 2012 году, летом, была Олимпиада в Пекине. И, возможно, 25 августа 2012 года произошло яркое спортивное событие, яркая спортивная победа в Пекине на Олимпиаде. А что за изображение это? В Лондоне. Что произошло? Что произошло? Я просто яркое событие, да? Я просто ответ. Правильно ваш понял или нет? Произошла баскетбольная победа. Баскетбольная победа? Да. Команда победила... Определился чемпионом Олимпиады по баскетболу. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Ковалевский, посмотрите, пожалуйста, на экран. Что же это по-вашему? Это баскетбольный мяч разве? Ну, скорее, это что-то лысина, извините. Плавание футбол. Ну да, то, что там ребристость такая, нет? Майкл Фелпс. А что вы как-то... Сергей, посмотрите на экран еще раз. Да. А с точки зрения условных обозначений, ничего вам это не напоминает? Анти-смайл. Это грусть. Ну, вот говорят коллеги, анти-смайл, то есть значок грусти. Госпожа Повышева, я понимаю, что вы сегодня в одиночестве, но есть версии на это? А, извините, да, с Лакутином, с Денисом. Добрый вечер. Ну, нам кажется, что это грустный смайлик, действительно, и кто-то умер, и мы не можем вспомнить, кто тогда умер. Или Армстронг, или Майкл Джексон, например, с лунной походкой. Ну, я, честно, не помню, кто когда умирал. Наверное, Армстронг. Но вам не кажется, что это поверхность Луны? Ну, это очевидно поверхность Луны и очевидно грустный смайлик. Это поверхность Луны, а не баскетбольный мяч, господин Ковалевский, ха-ха-ха. Это поверхность Луны. Грустный смайлик. На фотографии в виде грустного смайлика 25 августа 2012 года умер первый человек, вступивший на Луну. Нил Армстронг. Илона грустит. Шестая победа телезрителя Олега Краснощёка и шестое очко команды телезрителей. 6-3. Счёт 6-3 в пользу телезрителей. Команда Игоря Алексеева терпит поражение и в этом сезоне больше не сыграет. А претендентом до выхода в зимнюю серию остаётся команда Алены Повышеварьки. Вот имена телезрителей-победителей. 50 тысяч рублей заработала Анна Ермачёнов из Борисова вопрос о боксёре. 60 тысяч рублей Алиса Айвазова из Курска вопрос в 13 секторе. 70 тысяч рублей Алексей Нестеров из Минска вопрос об Эвересте. 80. Сергей Силпкин из Иванова вопрос о кресле. 90. Наталья Ермишкина из Перми вопрос о спичках. И 100 тысяч рублей Олег Краснощёк из Вольногорска вопрос об Армстронге. Госпожа Повышева, помогите мне, пожалуйста, какой вам вопрос сегодня понравился больше других? Ой, неожиданно из тех, которые не взяли знатоки. Ну, последний вопрос, последний вопрос, отлично. О кресле, о спичках, об Армстронге, об Аксёре, об Эвересте и в 13 секторе, но вам не понравился, я знаю. Да, Армстронг. Олег Краснощёк из Вольногорска получит ещё 150 тысяч рублей от банка ВТБ. Господин Черемесинов, а кто получит хрустальный атом? Фамилия лучшего игрока Булычёв, зовут его Александр. Александр Булычёв. Александр, несмотря на поражение команды, вас сегодня запомнили. Господа, на следующей неделе вас ждёт КВН, уважаемые телезрители. А финальная игра «Что, где, когда» осенней серии состоится в воскресенье 29 октября в 22.30 на Первом канале. А эта игра окончена. Спасибо всем за игру. Спасибо. Спасибо.